Всем привет! Вы на канале Андрей Шеф, канал о финансах, инвестициях и фондовом рынке. Это очередной выпуск. Чтобы не пропускать новые выпуски, обязательно подписывайтесь на этот канал, ведь на этом канале одна из лучших аналитик на всем просторе интернета. Итак, начнем с вами рассмотрение с индекса Московской биржи, который преодолел сопротивление 2836. И цель здесь открывается в районе 3000. Это та цель, о которой я продолжительное время уже говорю. Это гэп, который образовался в феврале 2022 года при обвале. Естественно, мы эту зону будем закрывать. И мы видим, что после небольшой коррекции рынок пошел на тех драйвах, на драйвах высокого курса рубля. И тогда наши экспортеры начали расти и тем самым потянули наш индекс вверх. То есть у нас на индексе Московской биржи и в целом на нашем рынке российских акций произошла такая валютная переоценка, которая двигала наш индекс вверх. Какие же важные события вчера у нас происходили? Конечно же, это отчетность наших финансовых организаций. И Сбербанк, и ВТБ показали в очередной раз отличные отчеты. Давайте посмотрим, что же у нас там было по цифрам. В предыдущих видео, когда еще у нас образовывались здесь клины, я об этом говорил. У нас клин образовывался и по Сбербанку, и по ВТБ. Так вот, Сбербанк в первом полугодии получил 727 миллиардов рублей чисто прибыли, а в июне 138 миллиардов. Если мы разобьем по месяцам, то январь это 110 миллиардов, чтобы у вас было сравнение. Февраль 115 миллиардов, март 125 миллиардов, апрель 120 миллиардов, май 118 миллиардов и июнь 138 миллиардов. Но на самом деле, вот эти цифры, они в принципе предполагаемые. Я на самом деле думал, что они будут больше. Почему? Потому что совсем недавно была информация, что Сбербанк продал европейский бизнес. И соответственно, были также высвобождены некоторые резервы. И я думал на самом деле, что выручка, прибыль будет больше, но на самом деле она остается стабильной. Это тоже немаловажный факт, поэтому мы видим, что по результатам данного отчета, ожидаемого, котировки пошли в коррекцию. То есть у нас был выход с треугольника и дошли до сопротивления, до верхушки данного треугольника, от которого пошел откат. По Сбербанку, что значит ожидать дальше? Если будет такая же стабильная ситуация, то планомерно Сбербанк будет подниматься и уже в этом году покажет отметку 280. Ну а следующему дивидендному сезону, если мы ожидаем с вами 35 рублей дивидендов, то эта отметка будет в районе 350 рублей. Если же 30-32 рубля, то соответственно 300 и 320 рублей к следующему дивидендному сезону. Но это как ориентир. То есть у нас почему-то сложилась такая тенденция, что отметки по акциям в компаниях приближаются к круглому числу по своим дивидендам. Если дивиденд составляет 34 рубля, то акция идет к 340 рубля. Но если вы следите за данным дивидендным сезоном, я думаю, что вы по этим данным можете отследить многие компании. То есть компании стремятся именно к этому кратному размеру по дивидендам. То есть если дивиденд 300 рублей, 30 рублей, то компания акция растет до 300 рублей. Если 32 рубля, то до 320. Но такая тенденция прослеживается, я это тоже замечал. Далее, следующая компания, которая показала также рост, и на которую я ставил с подписчиками в закрытом телеграм-канале. То есть торговая была идея и по ВТБ. Здесь также у нас был клин. И также мы увидели выход вверх. То есть здесь вот этот рост также был забран. Эта идея давалась в закрытом телеграм-канале также. И подписчики на ней тоже отлично заработали. И что у нас было по показателям ВТБ. А показатели вышли тоже достаточно неплохие. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии составила 289 миллиардов рублей. Прогноз на год в 400 миллиардов в силе, как отмечают тот же самый Костин. Но на самом деле, если пойдет такая тенденция, то я думаю, что эту отметку даже могут превысить. И здесь может возникнуть вопрос по дивидендам. Хотя на основании уже ниже сказанного Костина, ранее сказанного на дивиденды надеяться не стоит. Но я думаю, что вполне вероятно, что каким-то образом вдруг могут и объявить дивиденды. Здесь я этого не исключаю. Если мы с вами посмотрим по истории ВТБ, отчетность, то даже в самый лучший год рекордная прибыль составляла 325 миллиардов. То есть отметка 400 миллиардов, это в 2021 году, отметка 400 миллиардов будет совершенно рекордна для ВТБ. И, соответственно, мы можем увидеть рост котировок ВТБ до отметок 0.03-0.04. Я думаю, что как минимум в 2025 году дивиденды уже будут выплачиваться. То есть здесь такая более долгосрочная идея. Но и на краткосрочных идеях также удается достаточно неплохо заработать. Но по ВТБ на самом деле я ловил и предыдущую волну, также с подписчиками. Цель которой 0.0.24, в то время как многие аналитики говорили 0.25-0.27. В итоге, что мы увидели, а мы увидели, что точности от этой зоны ушла коррекция вниз. Соответственно, сейчас такая же аналогичная картина. Где закрывался я, я пишу в своем закрытом телеграм-канале. Кто хочет присоединиться, ссылочка будет под комментарием. Первая ссылка на закрытый телеграм-канал. Там есть подписка на месяц, на год, абсолютно доступная каждому. Кто хочет видеть аналитику мою в режиме онлайн, торговые идеи, которые я пишу. Ну и соответственно, мои мысли по рынку. Все это можно наблюдать в режиме онлайн. И соответственно, данная аналитика помогает зарабатывать достаточно неплохо моим подписчикам закрытого телеграм-канала. И в соответствии с этим, кто подписывался на месяц, продляет практически себе подписку на более продолжительный период. Но это не единственный банк, который показал рост. Также мы покупали и всеми немалоизвестный банк, конечно же, Тиньков. Тиньков покупался на самых лоях. Также торговая идея была по Тинькову. Потому что в целом у нас банковский сектор покажет достаточно крутую прибыль в 2023 году. Это отмечал и Центральный банк. То есть порядка 2,5 триллионов, 3 триллионов. Большая часть, конечно, приходится на Сбербанк. Но и Тиньков, я думаю, тоже получит достаточно неплохую прибыль. И мы видим, что котировки Тинькова также растут. Почему покупался здесь Тиньков? Потому что здесь уровень поддержки. То есть зеркальная зона после пробития данного долгого боковика. Соответственно, это очень сильная поддержка. И мы видим, что по Тинькову также идет восходящий канал. Поддержкой нашего рынка также сейчас является нефть. Прогноз, по которой я давал уже давно. Целью которой будет цель 83 доллара за 1 баррель марки Brent. И мы видим, что эта аналитика, эта цель, она идет к выполнению. Мы выходим из долгов боковика. Ниже 73 мы не пробили. А это говорит нам о том, что ниже 73 просто-напросто не дадут ей упасть. Я об этом неоднократно говорил. Причина этому, конечно же, интервенция со стороны ОПЕК+. И все в соответствии с той логикой, которая давалась на этом канале. 83 я жду нефть на этих отметках. В принципе, мы сейчас пробиваем верхнюю границу данного боковика. И я думаю, что в скором времени верхнюю границу понижающего канала мы достигнем. Естественно, это также немаловероятно является драйвером для роста и поддержания нашего рынка. Наравне с девальвацией рубля. А что мы сейчас видим с вами по рублю? Рубль откатил именно от той зоны, от которой я говорил в своих предыдущих видео. То есть у нас здесь была разворотная свеча. Мы увидели вот эту зону продаж, где по шапке дали лангустам. Не знаю, может экспортеры, может центральный банк. Хотя центральный банк с интервенциями по доллару выходить не может. Просто-напросто у него их нет. Сейчас поддержка у нас локально уровень 90. Но я ожидаю поход в зону 80-85. То есть в эту зону коррекции доллара. Все внимание сейчас нужно обращать на уровень, конечно, 90. Пока доллар находится на таких высотах, конечно же, это является поддержкой нашего индекса московской биржи, нашего российского рынка. И я не завидую тем, кто шортил наш индекс московской бирже на данном сопротивлении в зоне продаж. Ведь просто-напросто их сейчас могут оттуда не выпустить. И мало того, что они копят больших лосей, они могут просто потерять свои деньги. Ребят, вот такой вот небольшой утренний обзор. У нас все отлично. Продолжаем зарабатывать. Подписывайтесь на бесплатный телеграм-канал. Там я выкладываю все важные новости. Ссылочка также под видео в описании. Желающие могут вступить в закрытый телеграм-канал с моей аналитикой, где подписчики достаточно круто зарабатывают на моей аналитике. Все ссылочки под видео в описании. Ну, а с вами был Дмитрий Шеф. Всем удачных торгов! Все идет по плану. И самое главное, все идет по той аналитике, которая дается на этом канале. Поэтому очень важно быть подписанным на этот канал, чтобы получать правильную аналитику, а не слушать всяких непонятных аналитиков. Всем удачи! Всем хороших прибыли! Пока-пока!